Оценить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства, узнать уровень грамотности в области бытового потребления, выяснить, насколько граждане знают свои права и обязанности как собственников. Именно для этого в Щелковском лицее номер 7 провели диктант по ЖКХ. Проект партии «Единая Россия – школа грамотного потребителя» – важная и нужная инициатива, благодаря которой граждане могут узнать о своих правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В каждом городском округе Московской области проходят образовательные семинары в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». И у вас, соответственно, каждый месяц проходит на той или иной площадке такой образовательный семинар. И вот эксперты различной отрасли, либо фонда капитального ремонта, либо госжилой инспекции, как раз и преподают жилищную грамотность для простых граждан, для того, чтобы они знали, как им эксплуатировать свое газовое оборудование, сколько раз необходимо проходить осмотр газового оборудования и другие вопросы. Ликбез по коммунальной теме проходит для жителей регулярно. А вот проверку знаний решили организовать в учебном заведении. Тут, как говорится, атмосфера соответствующая. Пройти тестирование пришли как обычные жители, так и специалисты в сфере ЖКХ. «Это позволяет определить степень знаний, как сотрудников управляющих организаций, сотрудников, кто занимается именно жилищно-коммунальным хозяйством, и также обучить и дать знания жителям на квартирных домах, чтобы они знали, за что отвечает управляющая организация, за что отвечает ресурсонабжающая организация. Для меня это первый опыт. Я пробовала себя в разных опасностях, разные диктанты писательные, но диктанты ЖКХ, он проходит в нашем учреждении первый раз, и я свои силы пробую тоже в первый раз. Надеюсь, будет несложно». Из 30 вопросов для получения сертификата об успешном прохождении теста диктант по ЖКХ необходимо было правильно ответить на 25. Задача для многих весьма непростая, но на то и тест, чтобы проверять и повышать свои знания и умения. «Ну, мы вообще-то должны, мы же живем в домах, например, многоквартирных, мы работаем с управляющей компанией, должны контролировать, как с нас берут, как мы оплачиваем правильно или нет». Все желающие могут пройти тестирование самостоятельно, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти на портал «Школа ЖКХ» и перейти в раздел «Диктант ЖКХ». Лилия Тимеева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.